Привет мальчишки и девчонки, добро пожаловать на канал Аршпанзер, где мы продолжаем проходить Total War Сага Троя. Играем мы за Одиссея и в прошлой серии мы практически покончили с куретами, остался у них здесь вот один крайний маленький отряд и он уже несет небоевые потери. И в скором времени я думаю, что он прекратит свое существование и пришла пора выбирать нам следующих противников. Я уже наметил эталийцев, они даже нам войну объявляли, правда потом предложили мир и ресурсов с нас запросили. Я согласился, чтобы не вести войну на два фронта. Покончил с куретами, теперь можно кинуть все силы и на них. По заданиям у нас древний мореход отправить указанный регион шпиона. Шпион у нас поплыл, вот сюда нам нужно его отправить. Так, давай, товарищ шпион, как-нибудь продвигайся. Некромантеон, ничего себе. Топеи, а это кто? Эпероты. Ну нет, так, растущее влияние. Сохранить власть над двумя или более провинциями. Это мы сделаем, когда захватим вот эти два города. Сияющий город, а максимум главное здание прокачать. Я надеюсь, что вот это здание засчитается. Благосклонность богов. 250 очков благосклонности нужно накопить. Путь мира, договор о ненападении. Существа из легенд. Это нужно найти, наймить. Господи, найти, наймить. Наймите мифический отряд. Не знаю, засчитаются ли мифические отряды вот отсюда. У нас здесь есть сирены-прачницы. Мы, в принципе, должны засчитаться, но здесь нам нужно грот сирен построить. А мы его сможем построить, когда в левкости до третьего здания, до третьего уровня здания прокачаем. Центральное. Можно было бы, конечно, еще схерию захватить, но в схерии пока сидят фиаки. А с фиаками мы в каких отношениях? У нас с ними договор о ненападении, но нет. Сопеи, кстати, отваливаются. Смотрите, у них вообще сил не осталось у дарийцев. Ну давайте, договор о ненападении. Может быть, с кем-нибудь? Вот с Ахиллесом. Ахиллес, давай договор о ненападении. Так, а почему я совсем вышел? Ахиллес. Потому что я на выйти нажал. Окей. Вот, давай договор о ненападении. Он сразу согласен. Да. Уж нет. С Ахиллесом мы точно воевать не собираемся. Плюс продовольствие, плюс бронза. Замечательно. Так, это все мы пока закрываем. По поводу богов. У нас сейчас Зевс и Аполлон пробафаны. Но мы пока гикокотомбы произносить не можем. Еще два хода. И Зевс мы сейчас потеряем. Аполлон продолжит у нас почитаться нашей фракции. Ну, давайте здесь. Хотя нет, здесь пока отдыхаем. Что по тебе, генерал? Есть у меня какая-то снаряжение? По-моему, ничего не было такого. И шкура льва. Петос. Счастье в этом регионе. Скорость выполнения потери армии героя. Ну нет, это все нашему. Оставим Одиссею. И здесь есть у нас еще жрица Антели. Я, наверное, ее в Левкас отправлю. Потому что здесь минус 3. Даже вот минус 8, если включить ресурсы. Ладно, давайте ресурсы пока не будем включать. И отправим сюда нашу жрицу. Пускай она здесь народ успокаивает. Потому что как бы там восстание не началось. А на восстание отвлекаться как-то совсем сейчас не хочется. Так, ты сможешь зайти? Заговор на успех. Хоть на сушу поднимись. Сколько стало? Вот, плюс 1. Замечательно. Пускай она здесь мораль восстанавливает. Это неплохо. Ну и все, заканчиваем ход. Все, они совсем пропали? Просто так? Да, кажется, они просто пропали. Вот так вот. Разбежались по морю. Ну мы, в принципе, даже совсем и не против. Да что вас, Аякс Малый. Не получится у нас теперь эту область занять. А, нет, не разбежались они. Они вон город наш в осаду взяли. Государственная служба. Прирост плюс 10. Окей. Зевс. Боги больше нас не любят. Какая жалость. Так, стоимость строительства всех производственных зданий минус 12. Это хорошо. Я, на самом деле, сюда вот шел. Поступление, продовольствие, заход плюс 550. Давайте вот это возьмем. Кто ты такой вообще? Аякс Малый. Ты из какой фракции? Аякс Малый. Аякс Малый. А в Агрине у него у нас... Подожди, ты кто? Нарик. Нарик, Нарик, Нарик. Как у нас отношение с Нариком? Кто это вообще? Это эолийцы, это какие-то... Ухудшаются у нас с ними отношения. В принципе, тоже сможем повоевать. Они воюют с ФТИ, воюют с Аталийцами и воюют с Азольскими Локрами. Рейтинг силы 62. Собиратель земель, колонист. Ну слушай, колонист. Ты как-то вообще не туда пришел, куда надо было. Это моя земля. Так, что интересно нам дадут, когда мы в Схерию придем? Так, давай на сушу забирайся. А ты почему не можешь зато на сушу зайти, дружище? Отлично. Описание с Асхерии дальней. Также фьяки приплыли. Просторов морских покорителей. Мастерство и опыт – вот залог победы на суше и на море. Вы вспоминаете, как во время своей путешествия посещали нелюдимых фьяков, чьи великолепные корабли, управляемые твердой рукой опытных кормчих, бороздят морскую гладь. Словно огромные рыбы, вы уверены, что в обмен на защиту с вашей стороны плотники фьяков охотно поделятся секретом своего мастерства? Повелители морей. Благодаря секретам финикийских корабелов, Итака будет господствовать на море на протяжении многих поколений. Дальность перемещения по воде плюс 12 в своей армии и вся фракция. Это круто. Плюс 12. Это прям здорово. Так, и смотрите, это нам как такой этот, пассивка? Эффекты кампании. Вероятность того, счастье. Небоевые потери. Ну да, наверное, все-таки это у нас пассивка теперь будет постоянная. С этими товарищами что-то надо делать. А мы можем выйти? Можем. Ну я это на автобое разыграю. Ну да. Прекрасно. Убили себя наскуреты. Боевой дух, пополнение отрядов. Нет, давайте казним. Так, решительная победа. Враг убит. Фракция уничтожена. Супер. Так, стрельбище у нас где-то снесено. Это здесь? Нет, не здесь. А где? Вот здесь, значит, в палере. Так, отлично. Что здесь можем поставить? Здесь у нас... Здесь у нас продовольствие, опять же-таки. Продовольствие нам нужно. Можем прирост здесь убавить. Ресурсы. Поступление за ход. Поступление за ход. Давайте, наверное, самую нейтральную пока поставим. Хотя влияние в этой провинции... Сколько у нас здесь влияния? Есть и легейское, и ионийское, и алийское. Куча всего. Ладно, в любом случае, давайте поставим... Который вот влияние понижает. Но при этом дает 90 продовольствия и прирост дает. Так, здесь что еще можем поставить? Может быть даже... Что-нибудь на оборону. Здесь вот, допустим, еще легкие копейщики есть. Дальность передвижения вражеской армии. Дальность обзора регионов. Дальность обзора это на самом деле здорово будет. Плюс дополнительный опыт. Дальность передвижения вражеской армии. Ну да. За это область, возможно, мы будем сражаться. Поэтому давайте здесь это здание выстроим. Так, а здесь улучшим центральное здание. У нас здесь что, бронза? Что у нас здесь? Да, бронза у нас здесь. Супер. Бронза у нас, кстати, достаточно много. Уже за ход приходит. Вот только с провизией у нас проблемки. Так, богам мы сейчас ничего... Да, гикотомбу по-прежнему не можем сделать. Вся фракция на прирост. Давайте, Афродите, помолимся. На следующий ход поднимем мораль. Вот в этих городах поднимем. В Палере тоже немножко получше станет. Потому что слабовато пока. Заговор на успех. Случайного бога мы сейчас повысим. Да, богосклонность Афродита увеличилась на 10. Не сильно это нам, конечно, полезно. Но пускай будет. Почему бы, собственно говоря, и нет. Так, по войскам. Нам нужно Калидон взять. Успеть. Давайте, выдвигаемся к Калидону. Надеюсь, что вот этот товарищ Калидону не успеет. Аяк с малой. Так, здесь будем ли мы еще войска нанимать? Мы уже в минус по пищу идем. Наверное, я пока не буду нанимать. Хотя нет, это слишком далеко. Давай вот так вот встанем. А вот еще нанять. Ну нет, не хочу я в минус по идее уходить. Калидон, Калидон. А если бегом? Режим перехода. Закуда сможем дойти вот досюда? Ну давайте дойдем досюда. Ты тоже рядышком вставай. Ну эти товарищи, видимо, наши следующие соперники. Как-то они сейчас вообще не очень хорошо поступили. Так вот, влетев на нашу территорию, на арик. Ну ладно. Противники сами себя находят. И это на самом деле хорошо. Не нужно нам выбирать, на кого идти. Давайте завершим ход. Варта. На самом деле наша возня какая-то мелочная, кажется. На фоне общей истории. Скраенская война. Мы здесь каких-то, не знаю, соседей бьем. папа 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 куда он пошел он разбил аякс малого серьезно разбил так сияющий город выполнено элитный войск в особом резвере войск элитный отряд окей ответа молитва афродита окей так подождите особый вот особый кто у нас здесь образцовый мастера засада у нас такие есть уже а чем они отличаются подождите а мы их можем нанять просто так давайте посмотрим постройки главные застрельщики прачники ночные бегуны шпионы партизаны образцовый мастера засады ну мы их нанимать можем чем же тогда они отличаются если вы помните в вархаммер total war там реально элитные войска были которых просто так нельзя было нанять эти же войска не абсолютно идентичны тем которые мы просто так сможем нанять это достаточно странно они бронзу тратят заход еду тратят заход продовольствие золото за золото они нанимаются ну ладно а грине он дождите он живу разбил разве нет он же его разбил так агент не перемещен бог с ним пускай стоит пускай стоит улучшает мораль есть можно улучшить можно улучшить можно кучу всего улучшить окей грине он и враг остановился где-то вот здесь а здесь давайте мы уберем быстрый переход но есть шанс просто в засаду попасть это не очень хорошо можем конечно сразу на город пойти я думаю что там ополчение не сильно много осталось но я был уверен что они взяли этот город но видимо не взяли видимо они все-таки потерпели поражение давайте посмотрим сюда на агрине он пустой хийские прачники ну то есть не агрине он а каллидон объявить войну подождите а к чей-то город италийцы мы же с ними не воюем сейчас ноке и объявляем им войну преданный упадет немножко у нас от этого объявление войны вскоре после заключения мира считается предательством это были порицают любые фракции а если агрину объявить войну это будут другие фракции порицать на рек так нет ладно тогда пять ходов по всей видимости они у нас еще поживут дождите где я карта ты хватит что происходит верни меня на место до куда-то не далеко унесло на реку принадлежит ну и название у них конечно такой себе на реке давайте объявим войну война их союзники отношение союзника к таки к на реку минице военный союз с миницами а с миницами у нас как отношения а миницев мы даже и не открыли эсперия ухудшается улучшается на рек нет на рек давай война да им присоединились минице ну удачи этим миницам а мы пока вот этот горд возьмем ополчение здесь практически нет это все на второсчете возьмем практически без потерь захватываем поселение убежище ликвидировано по решительной победа надеюсь что по дипломатии это нам преданность никоим образом не снизила вы товарищи значит живите пока я может быть как-нибудь с ними так они у нас где они у нас это лицем это лице договора не нападение хотят они обмен землями ну да они столицу естественно свою не хотят отдавать конфедерация минус семьдесят восемь если достаточно не другая фракция примет это предложение она вольется ваш фракция всей армии присоединяться под ваш контроль учтите что получение таким образом владения могут оказаться времени для бюджета и понизить доход тегорически требуется власть на вашу условию против случай будет объявлена война нет но сейчас любом случае смысла нет так поступать так это кто таких тут ходят чей долопья это на реке так и что нам здесь только калидона не хватает так на слушай ты тогда отойдем на свою землю вряд ли они сами нам сейчас войну объявят пока восстанавливаемся 4 ранг уже синяки теперь 4 ранг окей давайте она экономику немножечко по прокачиваем продовольствия вот у нас есть прирост плюс 50 в принципе это нормально здесь здание будет имели на дело наверное можно будет потом снести заменить их вот большое паке и 480 пищи будет приносить только ресурсов 1860 и 660 камня кстати на следующий ход будет хватать может быть тогда снесем сейчас 170 продовольствия здесь 120 давайте мы земельные на дело снесем на следующий ход поставим здесь малую а по ки и и в гире гири я кажется тоже хотела по ки и поставить дом плавильщика я здесь дом плавильщика до 41 62 есть 21 28 можно конечно но лучников я не вижу смысл ставить здесь мы прокачаем от этих славных прачников которые дальше лучников бьют бронированные прачники которые в дальнейшем тоже неплохо стреляют не вижу смысла просто в лучниках а здание которые выше третьего уровня выходит но их тем более нет смысла ставить вот в таких городах где до максимума их прокачать невозможно так ну что сейчас на две опоки мне не хватит до 660 камня 1860 дерево на следующий ход принципе хватило бы но мы здесь поставим нет пока мы ничего не будем строить на следующий ход здесь очень хорошее здание на пищу мы зарядим так ты ты пока не можешь да да богам можем и гикотому произнести да давайте будем дальше аполлону прокачивать хоть он у нас и покровитель трое наверное если я ничего не путаю будем давайте прокачивать его дальность стрельбы стрелков у нас повысится наук перезарядки дальнобойных отрядов там из действий всех агентов позволяет анимать оракул активность царских указов в принципе это все полезно давайте 142 а нам сколько нужно сделать по заданию по заданию благосклонность богов 250 нам надо сделать окей будем тихонечку значит продвигаться заканчиваем ход так разведчика можно отсюда в принципе возвращать уж тяпки сильно и да неплохо действует так меня лай что хочет 190 еды на 152 бронзы и разовый обмен еще 142 бронзы мы по 234 получаем но слушай как ты очень очень круто тут просишь с нас и побольше еды вот так вот за 150 вот так вот 750 еды за 150 бронз вот на это я согласен все-таки бронзы я считаю подороже еды стоит хоть у меня как-то и бронзы больше чем еды получается но тем не менее так и пироты предлагают дерево за мрамор за камень нет не хочу я тебе это отдавать давай тебе подарочек отправлю разовый обмен и не тогда не хватит на тебе одну бронзу все не расстраивайся на реке мне что прям совсем по силам плохо них видим вообще войск не осталось зря бы сюда пришли на реки дальше тут агенты друг друга пытаются оприходовать биотицы чем входит отрядами такими маленькими это лицем надо нам конечно счет это 2 стек пополнить все-таки наверное я 5 ходов дождусь не буду я сейчас на него нападать чтобы не портить дикий жеребец посейдона что все-то разрушили вообще известно что могучный посейдон ненавидит троянц ненавидит троянцев и желал бы разрушить неприступные стены города который как гласит предание ему пришлось возвести не по своей воле а по приказу зевса вспыльчивые олимпийцы часто насылают на трое землетрясение тогда земля содрогается потеряется хаос среди мирных жителей и воинов троянские кони предчувствуют приближающуюся беду прыкаются и жут словно в виде гигантского черепца от стука копыт которого дрожит земля и падают крепкие стены окей так поломет отбыл на итаку поклявшись собой привести верного одиссея ваше путешествие фиаком не осталось незамеченным ахейские цари прислали поломеда чтобы он уговорил вас присоединиться к походу ваш отец лает говорит что вы заболели но посланник уграждает смертью вашему сыну телемаху и если вы не предстанете перед ним поклявший отомстить за дерзость вы принимаете посланника откликнуться на зов дипломатические отношения с ахейцами стоимость найма всех военных отрядов плюс 10 части минус 5 или нужно больше времени дипломатические отношения с ахейцами минус 10 и прирост плюс 3 стоимость третий всех сдали минус 10 кликнуться на зов унизительно конечно уступать грубой силе но придется и и таки присоединиться к походу аккейцев ахейцы торопятся на войну но опытный полководец знает что подготовка походу требует времени поломед подождет поломед подождет знаете подождет поломед отказ от безрассудства давайте нужно больше времени подождут а сыну угрожать ну вообще как некрасиво с их стороны не надо так так молитва вот кстати все коса безрассудства пути снабжения краткая передышка вот повелитель морей появился все поняли я немножко не там смотрел где нужно было печки заданий пока нет газ клон из боков существа из легенд иства из легенд нет сначала легенда подожду давайте здесь вот мы поставим здание на пищу вот мало паке я продавайте заход плюс 110 у нас будет плюс 170 приходить прекрасно так палатки каменоломщиков палатки на лошки помню то опять да самая слабая если смысл ее прокачивать в гире гири опять на дом плавильщик нам не хватает это не очень хорошо продавец улова тоже не хочет ставить для прирост минус 70 как-то меня не очень впечатляет конечно это очень круто сразу 96 бронзы получать на это здание потом не прокачать и сколько надо 596 лайка 594 камни надо как долго ждать ладно давайте подождем принципе не будем и сейчас тратится левкас 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 здесь дом лесоруба стоит здесь стоит потому что прирост но не нужен нам особо прирост рост 0 а не нужен нужен нам здесь прирост ай-яй без хери мы здесь не вырастим события 9 постройки минус 22 супер прирост минус 70 ладно давайте мы хотят 122 дерево потеряем не давайте снесем все-таки это постройку нам надо город прокачать чтобы поставить здесь грот сирен так что нам сейчас здание на рост нужно эти здания на рост поступление древесины как видите если у нас здесь маленькое влияние серым показано то есть я принять древесины боеприпасы для всех отрядов при найме влияние в этой провинции минус а здесь на рост нет ничего на рост тут вообще ничего нет ну ладно все-таки рост минус 70 как слишком круто так здесь будет 45 здесь счастье минус 1 это не надо влияние этой провинции тоже не надо сейчас есть к влиянию вообще 8 процентов всего 26 древесины 37 ну вот 45 древесины это опять очень дорогое здание ладно посмотрим так здесь что у нас лидон наверное давайте разведчика вернем нашего нечего ему здесь стоять хотя можно в схерии убежище поставить ладно давайте раз уж сюда пришли бахнем убежищем вполне возможно что она нам не пригодится здесь ну пусть будет только будто его улучшить до 2 уровень пока не можем поставить первым можем но это дерево потратим нет пока не надо пускай просто будет убежище у нас повысился так обученный убийц или восточный яд или можем здесь прокачать урон вражеском гарнизону скорость исполнения потерь в этом поселении дарить прощение сопровождаемой армии и сопротивление но это на это если присоединить его к армии это будет здорово урон носимые и я набираю успех действий при нейтрализации давайте для нейтрализации прокачаем быть может кого-то придется убивать окна здесь пока ждем получается так боги аполлон не можем афродита не можем и пока молиться можем кому-нибудь другому помолиться нка всех дипломатических отношений срок осады аполлон вернем успех действий дальность обзора но нет ничего нам пока не надо давай вернись на свою территорию так этого товарища нанять у нас будет 26 бронзы заход есть и немного продовольствия быть есть зато он нанимается моментально это здорово врачники островитяне давайте трех островитян еще сюда наймем уведомление одиссей доступны очки навыков кстати повысился он у нас так молитва аполлону или почитатель артемиды дальность стрельбы дальнобойных отрядов армии героя или урона дальнобойного оружия дальнобойных отрядов армии героя здесь опыт дальнобойных отрядов армии героя плюс 300 заход дальность Сбои метателей дротиков и дальность стрельбы стрелков. Ой-ой-ой-ой-ой. Дальность стрельбы метателей дротиков, это тоже круто. Давайте я вот это возьму. Опыт заход, конечно, это здорово. Но хотя это очень здорово. Урон на дальнобойного оружия и дальнобойных отрядов. Дальность стрельбы дальнобойных отрядов. Переурон. Опыт дальнобойных отрядов в армии героя плюс 300 заход. Это очень здорово. Они сами себе прокачиваться будут, наши юниты. до расклепия но здесь дальнобойность метатель дротиков плюс 10 процентов но плюс 10 процентов это не так критично сколько у них дальность 110 будет 120 толком это не поможет нам а если вот урон повысить еще посмотрим повлияет ли урон урон от выстрела 29 кстати всего до мастера засад нормально так метают сравнению с застрельщиками гораздо сильнее метают давайте посмотрим вот у зас этих тяжелых застрелек смещаем был 31 здесь 55 повлиять ли на них то что мы сейчас увеличим да 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 все правильно говоришь так урона дальнобойного оружия здорово счета ну хотя нету 57 боеприпасы ну ладно застрельщиков тоже влияет и боеприпасы урон от выстрела здесь не повысить боеприпас потому что их всего 4 10 процентов от 4 это меньше единицы поэтому ничего не повысилось так эхион у нас помогает поменьше ресурсов тратить на армию поэтому пускай в армии пока он у нас остается здесь набираем пока войска здесь восстанавливаемся только нам еще ходов осталось чтобы без дебафа дипломатического проатковать италийцев еще четыре хода и как долго ну ладно тогда подождем немного тем более он пошел куда-то вообще не понятно куда так амбракос тут у нас кто руины вам брак си кстати может быть захватим пока давайте сходим в амбракос почему собственно и нет амбракос поляр но давайте дать ой надеюсь вернемся на свою территорию чтобы потери восстанавливать до вернулись попробуем захватить амбракос косопея дорис там у нас будут поляр астик пищу нас фриктория достроилась есть мы тоже на ресурсы можем поставить и стать ахейского влияние 85 неплохо на здание на бронзу стоит части могут и счастье минус 19 приехали налет и налоги ты что здесь налетаешь негодяй или ты налетаешь ладно общем кто-то налетает и здесь очень большая дизмораль а грине он давай лечись хотя может быть из того что деревня разрушена была с посмотрим конечно не очень большой смысл захватывать вот такие одиночные города все-таки максимальная польза когда вы и города которые в район входят захватываете на рек она на реку бежал так оборонительный союз азольские локры он воюет с перей воюет с нариком воюет с миницами договора не нападение с ай с италийцами у него на 715 дерево просит эольские локры не слушай не хочу не хочу на и право прохода даже без ресурсов просто право прохода италийские локры у них одна область что за договор о защите на них сейчас кто угодно из сильных моих соседей нападет и мне придется войну вступать на их стране я этого совершенно не хочу делать это лица тем более вот увидите у них с италийцами договор клика он косопей что предлагает что же вы как бронзу за еду побольше еды мне дай 225 нормально сколько бронзу за ход получаю 82 буду пивать под 53 отдавать ну ладно 8 ходов согласен принципе бронзу меня пока достаточно так рамзес 3 живой бог и царь далекого египта знак доброй воли с уважением к нашу могу что прислал бесценную скульптуру как мы поступим с даром фараона обменяем на золото ваши советники выгодно продали дар фараона это принесло большую прибыль вашу казну обменяем на камень ваши посланники обменяли дар фараона большое количество мне обменять на бронзу или оставить себе вы решили не продавать дар фараона а провести его по своим городам и выставить на всеобщее обозрение как свидетельство наших дипломатических успехов народ восхищен в честь вас и фараон рамзес устраивать празднество я вот это естественно оставить подарок себе но это как некрасивый человек нам подарок прислала моего растам и на золото обменяли вообще что ли нет влияние плюс 5 и счастье плюс 2 вы раздали гипетское золото поровну всем подданным народ на улице ликует и славит ваше имя давайте вот так мы это сделаем о строительству и хотел сделать тут у нас малая паке строится 194 камня на дом плавильщик надо может быть у кого-нибудь его купить так нет дожди левка с в растет вообще до левка с начал расти от прекрасно только на рост тут все равно ничего нет у нас 8 золота еще золото надо бы сюда подкопить на рост здесь вообще ничего нет оставить что-нибудь экономическое пока части минус 1 да как не очень поступление древесины заход плюс 37 я вот это даже поставлю влияние в этой провинции минус четыре то тут влияние настолько вообще никакого нет влияние же не оказывает влияние так скажем ну да пусть есть другие люди живут но что такого да зато поступление древесины 37 это чуть меньше чем вот здесь тут 125 будет тут 95 здесь мы этого никогда не добьемся потому что влияние ахейской здесь очень низкая это счастье нам понижает все ресурсы здесь ресурс это нет никаких давайте поэтому то это поставим лучников так здесь огрене он немного не понимаю нас огрене он полностью сгоревший что ли был нас огрене он похоже сожгли дотла деревне землевладельцев можно превратить в городок землевладельцев ладно просто и смотреть вообще никаких построек больше нет ровное поселение где свиней и овец больше чем людей ладно давайте так сделаем ты куда идешь хоть да захватил я амбракос здесь долопия сожженная уж тебя здесь были здесь было население или кто-то просто поджег так ты кто гарпалеон бетонийцы мы с бетонийцами как воюем точнее как как воюем как относимся мы воюем с нариком твоим с миницами и азольский локар вот нам предложили у них одна область они воюют с эсперией да плохие у нас отношения с эсперией воюют они с нариком мы тоже воюем воюю с миницами и нить на стать тоже война но в этих ребят договор они нападение с это лицами это лицев я планирую захватить они свое время не войну объявили так что не я в этом виноват ами они мне здесь конфедерации минус 102 уже обалдеть новая стратегическая угроза переменчивость не стоит доверять тем кто не придает значение договоренности это сколько всего нужно ему а а здесь нельзя да никаких ресурсов добавить и ресурсов нельзя но кей локры потом фиса слушайте центр области центр области и вокруг него эсперия эсперия сильна так может быть с ними договора не нападение заключить копеем так нет не на ту кнопку опять жму раз опеем давайте договора не нападение огромная амбиция они воюют с эталийцами но это нормально sky воюют это я даже не против что у нас так по богам не та кнопка по богам говорю господи не богов гекатомбы не можем произносить афродите молитву пока не можем произносить еще два хода окей куда-то нас опять унесло но я знаю честно говоря не вижу ничего другого как ждать пока закончится у нас мир с эталийцами и брать калидон амфиса амфиса кстати сожженной по всей видимости что-то на вся горит неплохое кстати ополчение у них там или дон то не отстроился нет ничего здесь он для обороны отстроил нет неплохо так ладно одессея тогда возвращайся свои территории разведчик разведчиком на самом деле можно так вдоль берега пройтись скажем здесь одним глазком откроет нам земли более это очень красиво выглядит так ты давай еще случайному богу помолись гера плюс 10 полный успех супер так что она получила лутрофор из вулканического стекла вероятно успеха действие агента плюс 3 супер ирия там не будем строить и до 180 дерева легкие копьеносцы станут нам доступны давайте поставим дальность обзора плюс 80 у нас в палере то есть вот здесь вот будет мораль здесь минус 6 а здесь плюс 5 событие другое слушайте нам наверное вот сюда надо перейти ей на следующий ход 10 мораль и так потихонечку восстановится а в этой области что прям все плохо у нас это лиц куда-то он грабить пошли интересно это единственных армии что они смелые такие пусть хватит уже по моим земле бегать а даже нет права прохода какого черта ты творишь разовый обмен лида до 78 дерева на 143 камня слушайте какие-то прям жестко невыгодные предложения не делают там жестко невыгодные на тебе один камень и и все на этом да это лица что-то прям ай-яй-яй потоп властитель пучин посейдон дотягивается до земли реки разливаются затапливать башни и улицы поселков идут непокращающиеся ливни потоки грязной воды грозят производству пищи на полях минус 50 продовольствие заходит какой регион ай-яй-яй столицы на ней нет нет ну зачем зачем ты так поступаешь со мной игра уши не ранга их и он повысился у нас так эрудит стоимость действий агент минус 15 ресурсы плюс 10 провинцевых тышь круто так 10 так всех отрядов ближнем бою и пробивание брони для этой армии тоже супер влияние в регионе плюс 20 влияние плюс 20 при успешном действии своем поселении так стоимость действия агента дальность перемещения этого агента позволяет агент совершать обвинение в предательстве вероятность ареста посланникам наземную шпиону плюс 30 неплохо стоимость нами для всех военных отрядов в своем поселении стоимость третьих зданий тоже дешевле в данной провинции когда бездействует или стоимость всех действий агента давайте наверное вот пока на бой что ли вкачаем пробивание брони или же атака всех отрядов ближний бой дать пробивание брони сделаем sky лучше наши ребята пробивают броню плохой здесь он пробивание брони должно стать повыше так разведчик давай поднимайся на берег одним глазком давай осматривайтесь территории да неплохо а жрица давай переходи да вот в полер чем нельзя то вот и все поднимайся так полер минус один всего лишь стало здесь плюс один супер так полер 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 давайте сначала посмотрим наш центральную область что можем отстроить можем палатку каменоломщиков помаленечку улучшить малые каменные паки здесь уже есть в гире дом плавильщика не хватает дерева нам на следующий ход давайте покопим и дом плавильщика бахнем еще больше бронза будет нам приходить сейчас пока значит копим здесь только за дерево есть что построить это это не дорого не хватит на следующий ход на пробав области еще один ход ждать до нападения на коледон уж делать ношение ухудшается тоже ухудшается казна так это лицем вы же там очень сильно просили не хотите нет все равно 104 подождите а если мы вот попробуем ультиматумом поставить федерацию это объявит им войну если они откажутся это лицем федерация ультиматум уверен что хотите вынуть ультиматум если другая фракция не примет условия это будет означать войну преданно интересно от этого пойдет они отвергли да ненадежный минус 14 не тогда я не буду этого делать все таки ненадежным быть как-то как-то не очень прям скажем не сторонники от этих действий тем более мог быть последствиями серьезность сейчас все как обидится на нас за это просто когда с ним мир подписывал я не думал что мы с куретами так быстро разберемся так ладно тогда может быть чтобы войскам не простаивать на река вот допустим не хоть 1 они две области них осталось их осталось две области и обе они в одном регионе на слушать это наш шанс это трахим где одессе правильно его назвал вот он трахим или трахим ладно давайте тогда двигаться вот сюда будем двигаться на них на на рек коледон тогда пускай пока живет ну ладно ребят тогда давайте на этом моменте мы нашу серию закончим немножечко мы здесь увеличили своей территории немножечко нарастили войск и следующем следующей серии следующим нашим движением мы уже будем занимать на рек и может быть следующей серии и коледон мы тоже приберем к своим рукам а сейчас всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это все очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока